Художник, поэт, музыкант. Всё это о Сергее Борисовиче Голяндине. И все три ипостаси ярко переплетаются между собой, помогая картинам стать понятнее. Ведь абстракционизм, в котором пишет мастер, имеет большую долю необъяснимого. Требует умения видеть и читать между строк. Он и мольберт, и вот он сложность, ведь связи с жизнью так тонки. Он проводник, его возможность фактура, краски и мазки. Стихами своего сочинения открыл Сергей Голяндин выставку, которую назвал «Новое время». Более 60 работ представлены на ней и охватывают последние два года творческой жизни художника. Время у нас все чувствуют хорошо, оно действительно новое. Оно просто прессуется, скачет из одного в другое, строится и разрушается. Тут же на глазах у тебя на днями, днями, неделями происходит что-то новое. Мир на грани, я не знаю чего, перестройки, великой перестройки. Я это чувствую, эти вибрации, и поэтому они выражаются вот в таких вот формах у меня. Для автора многие работы – это крик души, желание достучаться до людей, которые без оглядки бросаются в новые реалии, живут в виртуальном мире, забывая, что пребывание на этой земле слишком коротко, и что живое человеческое общение ценно, а окружающие люди заслуживают внимания и участия. Это иллюзии земного рая. Это цифровой мир, в который нас хотят загнать, он затягивает туда. Среди пришедших на открытие – соседи, друзья, ученики, коллеги. Екатерина Анурова – педагог по изобразительному искусству. Картины мастера она рассматривала с профессиональной точки зрения. Я хочу к чему-то такому прийти. Не знаю пока к какому жанру, но такой жанр… Ну, все жанры интересны на самом деле. Каждый по-своему. И каждый все равно по-своему воспринимает, и в определенный период жизни, мне кажется. Просто наверняка Сергей к этому тоже долго шел. Сам Сергей Галяндин твердо уверен – профессиональный педагог и школа обязательны. Но, чтобы после стать художником, надо все забыть и начать писать так, как ты чувствуешь. Парадокс? Возможно. Но именно так, по мнению мастера, можно стать индивидуальностью. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.